Петушинский районный суд только что буквально рассмотрел иск Навального к администрации Покровской колонии номер 2 о постановке его на учет как склонного к побегу. На заседании присутствовал мой коллега Михаил Шевелев. Миша сейчас к нам присоединяется. Да, Миша, какое решение было принято? Привет, Катя. Ну, суд оставил иск без удовлетворения. Я напомню нашим зрителям, что это был иск не только против постановки Алексея Навального на учет, но и против того, что раз уж он поставлен на учет, чтобы его хотя бы не будили по 8 раз за ночь, как мы все знаем, это происходило в ИК-2 в Покрове. Сейчас Навальный находится в ИК-3, там проходит медицинское, проходит лечение после голодовки. И он был по видеосвязи, оттуда, собственно, выступал. На сегодняшнем заседании было два его выступления, и это удивительно вообще, что мы могли их снимать, могли снимать судью, самого Навального, представителей обвинения, представителей защиты. Обычно такого, по крайней мере, в московских судах не происходит. Но этому уже удивлялся мой коллега Вася Полонский, который был на предыдущем заседании по этому делу. Сегодня в Петушинском районном суде было можно делать вот это все. И давайте послушаем, собственно, первое выступление Алексея Навального сегодня. Ваша честь. Я просто дивлен, поражен поведением моей любимой ИК-2, потому что Василий Николаевич Конаков, замначальник колонии Борежима, и он был 11-го числа, в день, когда меня принимали, и даже задавал мне физический вопрос, ну что, Алексей Анатольевич, как сидеть будем? Понимаете, а теперь вы приносите документы, что он был в отпуске. Ну так просто, я, еще раз, я не хочу ни с кем ругаться. Ну вы уже встали на путь фальсификации всех документов, ну можно их хотя бы фальсифицировать нормально, если я его в этот день видел своими глазами. Но потом вы его переключили за чем-то в комиссию, забыли и перепутали. Но теперь еще и подделали справку, что он был в отпуске, хотя он сидел передо мной и на этой дневной регистрации разговаривал со мной. Ваша честь. Вынесите, пожалуйста, сейчас, на эту тему. Вот этот аргумент о том, что если уж фальсифицируете, то фальсифицируете хорошо, а Навальный использовал еще на знаменитом бабушкинском суде, когда его судили за клевету в отношении ветерана Игната Артеменко. В общем, он повторяет это как мантру, но все равно приносит какие-то справки, которые ему и его адвокатом сегодня, здесь был Вадим Копсев, кажутся сфальсифицированными. Но вторая сегодняшняя речь Алексея Навального была посвящена, это была речь в прениях, была посвящена тому, собственно, он хотел понять, как же ему сняться с этого профучета, на который его поставили еще пять месяцев назад в Москве, а дальше он автоматически продлевался, и он пытался выяснить у суда, как же ему надо вести себя так хорошо, чтобы его с этого профучета сняли. Давайте послушаем тоже его речь. Я хотел бы, чтобы, если комиссия некая, комиссионное же решение об установке профучета ставит меня на профучет. Это комиссия, там нельзя менять производную людей. В этом смысле комиссии, просто исходя из логики колонии, меня в эту комиссию можно включить, раз там только вот так просто меняют людей. Но нет, комиссии формируются по фамильной, а не по должности. Там нельзя менять людей. Если я ставлю себе профучет, то я ставлю себе какой-то срок. То есть, Наталья, напишите сто лет, чтобы я знал. Ну, напишите сто лет. Ну, там ведь нет никакого срока. Мне говорят, ну, типа, ты веди себя хорошо, и тебя с ней рано или поздно снимут. Ну, сколько мне по времени вести себя хорошо? Я не уверен, что мне хватит терпения вести себя хорошо. После Навального в премиях выступили представители колонии. Они просили оставить иск без удовлетворения. После этого, собственно, судья ушла в совещательную комнату, провела там всего 15 минут и вернулась вот с таким текстом. В руководстве статьями 174 и 180 КСРФ суд решил административное исковое заявление Навального Алексея Анатольевича как ФКУ и К2 Усин России по Владимирской области о признании незаконным решением комиссии от 11 марта 2021 года о постановке на профилактический учет, как лица склонного к совершению побега, действие по лишению права на непрерывный восьмичасовой сон и устранение допущенных нарушений, оставить без удовлетворения. Решение может быть от жалоба. Ну, вот так буднично прошел этот суд. Алексею Навальному отказали. И после этого заседания к журналистам вышел его адвокат Вадим Кобзев, который был у Навального вчера и позавчера посещал его. И он говорит, что он в более-менее хорошем состоянии, по крайней мере, по сравнению с тем, что было раньше, когда Навальный был на голодовке. Сейчас он восстанавливается, и скоро его должны перевести обратно в ВК-2 в Покров. А вот что Кобзев сказал по итогам сегодняшнего заседания. Сегодня были представлены справки, справки, справки о том, что черное считать белым, белое считать черным, считать члена комиссии таким, этого таким, а этот был в отпуске. И, значит, в выписке из протокола была ошибка о том, что это происходило не в том месте, а в том месте. Ну, они все исправляют на ходу, там даты стоят везде 1 июня. То есть, ну, позавчера пришли и в колонию напечатали справок о том, что белое и черное принесли их в суд. Ну, суд тут тоже в некотором смысле заложник. У него справка, печать, подпись. Ну, я думаю, наши зрители помнят, что это не единственный иск Навального колонии. Также он обращался в суд в связи с тем, что ему не дают читать книжки, в частности, Коран, а также, что из газет, которые передают Алексею Навальному, вырезают некоторые статьи. Вот Вадим Кобзев рассказал, собственно, о том, когда состоятся судебные заседания по этим делам. Ну, вот два иска по поводу невыдачи книг и по поводу цензуры путем вырезки статей из периодических изданий, там, новая газета «Коммерсант». Эти два иска будут рассмотрены в этом суде, в Петушинском, в 11 часов и в 11 часов 30 минут в понедельник. Это 7 июня. А 8 июня в Октябрьском районном суде города Владимира будет рассматриваться исковое заявление о том, что нам, адвокатам, в нарушении требований Верховного суда не разрешали ни разу, до сих пор не разрешают, пронести с собой телефон или ноутбук. Ну, или телефон и ноутбук. Так что вот у нас еще пока вот эти три на следующей неделе. И на 22 июня назначено заседание, прямо уже непредварительное, основное, в Преображенском суде Москвы, это именно на постановку его на профчет изначального. Ну вот, как мы узнали, довольно много судов скоро состоится у Алексея Навального и К2 в Покрове. Будут новые речи Алексея Навального, новые выступления, новые аргументы защиты, новые аргументы обвинения. А сегодняшнее заседание в Петушинском районном суде закончено. Катя, тебе слово. Да, Миша, спасибо. Я напомню, что помимо новых судов, новых рассмотрений, новых обвинений и выступлений, соратники Алексея Навального подозревают, что могут быть и новые дела, по которым может быть продлен срок Алексею Навальному. Я благодарю Михаила Шевелева, моего... Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но дождь — это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайтесь для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» — tvrain.ru. Слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.